Всем привет! Сегодня обзор и тест шоссейных вилотуфель компании Jira. Модель называется Empire T70 Knit. Knit означает вязаный. Покупаю их в интернете. Давайте смотреть, что пришло. Такие вот туфли. Первое, что можно сказать, цвет отличается от того, что было в интернете, как это обычно и бывает. Каждый раз наступаю на эти грабли. Ожидаем одно, получаем другое. Должны быть они по фото чуть более оттенок красного другой. Кстати, на камере он выглядит именно таким, как в интернете. Но неважно. Ладно, чем они интересны? Это первые пока единственные туфли на рынке с полностью вязаным верхом. Технология пришла из кроссовок. Первыми ее применила компания Nike 2012 на Олимпиаде. Дебютировала такая модель. Вот. И всем очень понравилось. Adidas тут же подхватили, начали тоже делать. Nike даже подали на них в суд. Но... Не получилось, не фортануло. Да. Adidas выиграл, потому что им удалось доказать, что их технология отличается. Ну, с тех пор прошло много лет. Сейчас только ленивые уже не выпускают такие кроссовки. Вяжутся они на специальном аппарате. Делают их в Японии, как я понял. Очень точно. Компьютер следит за тем, чтобы все было связано четко и аккуратно. Кажется, что все очень однородно и ничего особенного нет. На самом деле нет. Не так. В местах воздухообмена и на изгибах вязка более тонкая. В местах, где нужна поддержка стопы, вязка плотнее, материал толще. Вот. Все это клеится на карбоновую подошву. И в результате получаем такие вот туфли. Какие у них преимущества перед обычными? Ну, это незначительный вес, бесшовная технология все-таки. Высокая износистой стойкость, надежная поддержка стопы, хороший воздухообмен. Ну, и все это ощущается вообще как вторая кожа. Менеджер Джиро рассказывал, как они работали над этими туфлями. Говорит, очень долго. Не удавалось им добиться того, чтобы модель была достаточно жесткой и воспринималась как велообувь. Но не упустить вот этих преимуществ от кроссовок. Чтобы они в то же время были мягкие. Для этого пришлось внутри все проклеивать уретаном для жесткости. Ну, такой же уретан, как здесь, только он внутри. Вот. В результате они стали жестче и отвечают требованиям шоссея и обуви. Ну, будем пробовать, насколько это все работает. Ну, а более подробно давайте посмотрим рекламный ролик со всеми технологиями. Я постараюсь перевести. X-NATIC. Допатентованная технология вязания. X-NATIC. Досокий уровень комфорта, как если вы были бы просто в носках. Исключительная вентиляция. Усиленная структура, специально для велоспорта. Специальная технология пропитки для водоотталкивания и простой чистки. Сравнивать я буду со своими МТБ-туфлями, которые классические, кожаные. Ну, не кожа, это какой-то кожзам. Вот. Но это что-то новенькое, надо посмотреть, есть ли отличия. На словах все звучит очень красиво. Посмотрим, как на деле. Очень часто слова и реальность расходятся в этих делах всех велосипедных. Сейчас я езжу на таких вот шпосшелайзерах. Они отличные, но экстремально жесткие. Где-то через 3-4 часа езды ноги начинают отекать и неметь. Поэтому, собственно, и стал вопрос о покупке второй обуви для более расслабленных таких покатушек, более комфортных. Посмотрим, что получится. Так, шипы я буду крепить такие вот шимана для своих педалей Duraise. В обзоре про контактные педали было много комментариев, почему я ничего не рассказал про шипы. Давайте сейчас расскажу. Там все просто. У шимана это три цвета шипов. Синий, красный и желтый. Желтый для новичков. Там максимальная свобода ноги. После защелкивания ногой можно еще шевелить. Синий, там уже поменьше этот люфт. А не люфт даже, а возможность поворота. Ну и красный, это совсем уже для профессионалов. Для максимального результата. Там супер жесткость, там нога уже вообще не двигается. Вот. Так что буду сейчас это все ставить, кататься и рассказывать, как оно. Итак, что касаемо теста этих туфель. Сделал я несколько заездов. И вот каким выводом пришел, что в принципе все, что обещает нам производитель, все это правда. Действительно они намного удобнее, мягче. Отлично вентилируются. Не так, конечно, идеально, как вентилируются кроссовки с этой технологией, которые вообще как будто идешь в носках с подошвой. Нет, здесь чувствуется, что это жесткая все-таки обувь, шоссейная. Первый раз я вообще переборщил со шнуровкой, и ноги у меня тоже затекли. Я даже хотел уже расстроиться и сделать разгром, но нет. Еще несколько поездок, они сами по себе стали мягче. И если нормально шнуровать, то это совсем другая вообще обувь. Очень отличается по ощущениям от предыдущих моих туфель. Я даже не думал, что просто поменяв туфли, можно в принципе изменить все ощущения от катания. В общем, оценка отличная, все классно. Мягкие, отличная вентиляция, удобные. Все, как заявляет производитель, все это действительно работает. В общем, отличный вариант за сравнительно небольшие деньги. Так что рекомендую, в общем. На этом все. Всем удачи и пока. Всем привет. Сегодня обзор и тест шоссейных вилотуфель компании Jira. Модель называется Empire T70 Knit. Knit означает вязаные. Покупаю их в интернете. Давайте смотреть, что пришло. Такие вот туфли. Первое, что можно сказать. Цвет отличается от того, что было в интернете. Как это обычно и бывает. Каждый раз наступаю на эти грабли. Ожидаем одно, получаем другое. Должны быть они по фото чуть более... Оттенок, в общем, красного другой. Кстати, на камере он выглядит именно таким, как в интернете. Но не важно.